здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 20 февраля 2022 года я сейчас записываю это видео 19 часов вечера мы с вами провели колоссальную работу я вас поздравляю потому что своим намерением своим спокойным утверждением своей воли на своей земле мы разрушаем все конструкции все планы сатанистов которые они выстраивали ну не только веками но они выстраивали десятилетиями а особенно последние несколько лет они просто конкретно подводили к вот этому этапу вот к этим числам именно сейчас вот этим февральским числам этот фильм посвящен именно почему именно феврале была такая активизация сатанюк и их сатанинских ритуалов конечно люди которые случайно попадают на канал которые не в теме которые ну не занимаются может быть этим вопросом которые смотрят телевизор они в шоке бывают они не понимают вообще что здесь происходит что за формула мы пишем что это секта какая-то или не секта но это не имеет никакого значения потому что каждый делает свой выбор каждый приходит к своему пониманию свое собственное время кто-то приходит а кто-то вообще не приходит в общем то я лично на этот счет не переживаю никогда потому что у каждого свой путь поскольку мы с вами создаем общее так намерение русов мы друг друга понимаем мы можем друг друга не знать мы живем все в разных местах но нас объединяет любовь к родине нас объединяет наша общая днк днк русов мы хотим чтобы на нашей великолепной планете которую нам оставили наследство божественное проведение дает слова иногда божественные он тоже кого-то коробит хорошо я могу сказать высший разум я могу сказать любящая вселенная как угодно или космос то что находится за описаниями наших слов то что может не входить понимание нашего ума потому что наш ум он ограничен и словарным запасом и пониманием того что происходит мы гораздо больше чем то что мы есть то что мы мы гораздо больше чем то что мы о себе знаем мы сами по себе бесконечность мы сами по себе И можем сказать, что мы боги, потому что мы творим эту Вселенную, мы творим каждую свою реальность, каждый день, каждую секунду, каждое мгновение. Поэтому, когда кто-то что-то говорит, даёт свои оценки, это, в общем-то, не имеет никакого значения. Важно, что вы сами произносите, какие образы вы посылаете во Вселенную, то и получается, если образ чёткий, если образ насыщенный, если образ утвердительный и внутри вас абсолютно чёткая, твёрдая позиция, то материализация происходит быстро. Поэтому сатанисты, они знают этот момент, у них нет этого гена Бога, этого ДНК у них нет, и они могут действовать и реализовывать свои планы только посредством нас. Вот, как говорят, у Бога нет рук, кроме ваших. Точно так же у сатанистов нет рук, кроме ваших, там, наших рук. И мы по незнанию, по глупости, по невежеству, по гордыне своей, мы иногда попадаем в ловушки под воздействие третьих лиц, которые нам добро не несут. Мошенников очень много, аферистов очень много, мы сами это знаем. Поэтому каждый выбирает свой путь, и каждый несёт ответственность за свои собственные образы и за своё намерение, какую реальность он сотворяет. Те, кто хочет жить в мире, на прекрасной планете Земля, жить в содружестве людей, единого вида человека разумного, единого вида человека разумного, без хвостов, без дополнительных каких-то причиндалов, без каких-то там третьих полов, четвёртых, пятых, десятых, тридцатых, зоофильных и других каких-то извращенческих, придуманных, высосанных из пальца, больной фантазии. К единому виду. Кто хочет жить в этом мире, присоединяйтесь к нам, и мы будем дальше идти в своей Вселенной и в своей реальности. В нашей реальности нет места сатанизму, поэтому мы провозглашаем свою волю, мы не акцептируем, без акцепта, вернее, мы слово «не» не будем употреблять частицу «не», мы будем говорить без акцепта, без оборота на себя, мы будем твердить своё намерение, любовь, процветание, благоденствие единому виду человека разумного на планете Земля, истотным народом, народом Руси, в том числе, поскольку мы русские люди. И мы сейчас говорим в данном случае о своём народе, потому что о русских никто никогда не говорил, кроме Сталина Иосифа Десарионовича, поэтому его так многие и ненавидят, именно за это, за то, что он провозглашал и отдавал должное именно русскому народу, потому что если бы не русский народ, то сейчас бы не было вообще никаких народов на территории России, просто бы их не было. Поэтому надо убирать свою гордыню и хотя бы просто быть благодарным русскому народу за то, что он заплатил миллионами своих жизней за спасение всех остальных, за жизнь сегодняшнюю заплатил русский народ. И об этом сказал Иосиф Виссарионович Сталин. Так вот, сегодняшний фильм – это тема, ну, по-быстрому, по событиям, которые я делала в фильмах, по сатанинским ритуалам. Это такой вот промежуточный результат. Да, победа за нами. Мы разрушили сатанинские планы в этом фильме. И я объясняю, почему. Почему именно февраль они накручивали свои ритуалы? Ответ пришел совершенно неожиданно. При встрече со своими соратницами, с подругами, одна женщина по имени Ирина, я не буду называть фамилию, она мне сказала, что вот Светлана Жарникова как раз и говорила, что в феврале у русов традиция была празднования не только весны, а зарождающейся жизни. Должны были, наоборот, все радоваться. А получается, что весь февраль, он какое-то нагнетение одно, какие-то все проблемы, какие-то войны, убийства. Вот это все нам пытаются навязать. Вот эти образы. Тем более, сегодня должен был состояться концерт. Я не говорю его, что он состоялся. Я не буду говорить в утвердительной форме. Я сделала ролик вчера. Музыка конца света, так и называется. Вот именно сегодня должны были развязать войну на востоке Украины, на нашей, в принципе, русской территории, на Донбассе. Должны были развязать войну и опять получить свой гавах. Не вышло. Опять все пошло прахом. Опять все выходит в какое-то шутовство. Естественно, оно так и будет выходить в это шутовство, потому что мы им не даем реализовать эти планы. Мы их раскрыли. Они полностью изобличены. И наша воля есть кон, закон, приказ. Слушай и повинуйся. Очень хорошая формула. Слушай и повинуйся. Мы приказываем, кстати, искусственному интеллекту. Мы точно так же отдаем приказы. И надо выбирать, какие приказы отдавать. Ну что, сегодня они отчитались за свой сатанинский ритуал кольца Сатурна на ВДНХ. Вот зайдем в группу ВДНХ. Сегодня в ленте мне вышла интересная информация. А мы пойдем от начала. Пролистаем. 20 февраля тут Казахстан у них проходит. Ну, я не буду даже фиксироваться на каких-то вещах, вот на подобных вещах. Вот здесь вот они спрашивают, в данном случае они спрашивают, поучаствуйте в конкурсе. Но народ уже понимает, что сбор информации о людях. И вот, пожалуйста, они отчитались за ритуал. Но в этом ролике, посмотрите, я вот в прямом эфире это все происходит. Они увеличили скорость, чтобы увеличить петлю времени вокруг фонтана Дружбы Народов. Проходит этот ритуальчик. Но самое интересное, да, мы его разрушили. Мы разрушили саму суть этого ритуала. Люди просто катались и получали удовольствие. Вот что произошло. Но в самом конце этого ролика, вот сейчас, минуточку, я оставлю здесь. Так, стоп. Посмотрите, кольца Сатурна. Так, что у нас в самом конце этого ролика? Внимание! Обратили внимание, что происходит? Вот, пустой каток без людей. Они зафиксировали для своих вот это, что якобы они провели этот ритуал. Они провели алгоритмы ритуала, но он пустой, без энергетики. Это как пустое семя. Оболочка есть, вот оболочка внешняя есть, а содержания нет. Люди просто покатались, поэтому ничего у них не вышло. Вот все, кто сюда пришел, он не знал, что его участвуют в ритуале. Я не знаю, как они будут с этими персональными данными обращаться. Возможно, и это мы тоже разрушили, потому что разрушение идет по всем параметрам. Когда берется какой-то ключевой стержневой фактор и разрушается до основания, то все остальное, что на нем построено, оно тоже рушится. Поэтому я считаю, что этим людям ничего не грозит. Даже то, что они не знают. Они могут смеяться над этим, не смеяться. Важно, что мы это разрушили. И вот то, что в конце получается пустой каток, этого тоже не будет. Всегда будут люди. Люди будут приходить кататься, люди будут приходить на ВДНХ и получать свои позитивные эмоции, добра, счастья, процветания, вдохновения, развития. То, для чего и была создана эта выставка достижений народного хозяйства. Тем она и будет. Она вернется к своему, к своей собственной настоящей роли, для чего ее и строили. Сейчас ее просто занимают оккупанты, которые все равно уйдут. Вечно это не будет. Мы приказываем им уходить. Мы их изобличили. И мы им говорим твердо, убирайтесь вон с нашей территории, с нашей планеты, с нашей замечательной ВДНХ. Это не ваше место. Вы никто здесь. Вы есть никто, вы были никто, и вы есть никто. Вы те, которые пытаетесь кем-то стать. Кто был никем, тот хочет стать всем. Вы хотите заменить место, прийти на место настоящих тех, кто есть все, настоящего истотного народа Земли, убрать его и встать на его место. Ничего у вас не выйдет. Все, ваше время закончилось. Валите отсюда, с нашей планеты и с нашей замечательной ВДНХ. Она не для вас, не про вашу честь. Как говорится, съесть то он съест, так кто же ему даст. Ну и теперь ответ на главный вопрос, почему они именно в феврале хотели замутить войну на ВДНХ. Поэтому они подготовились 31 января провести ритуал, сатанинский ритуал «Кольца Сатурна», который они так и никому не объяснили, почему именно «Кольца Сатурна». Смотрите мое видео подробное. В сети было уже много, после этого ритуала много видеоблогеров. Предвидения не было, но было много после. Про него много говорили. Вот почему. Они объявляют об этом именно сегодня, 20 февраля. До этого было несколько ритуалов, в том числе на ВДНХ, я о них говорила. И вот вчера я сделала фильм по поводу сегодняшнего дня, что именно сегодня они отчитываются, они проводят. В концертном зале зарезил сатанинский концерт по теме «Музыка конца света», медитативная музыка. Причем она нервская, эта музыка, она неприятная для человека. Вы можете сами сравнить, послушать, она очень неприятная и с медитативными образами, накачкой, гипноз этих людей, которые должны быть непременно, с QR-кодами. Поэтому им важно было и эвакуацию на Донбассе провести. Люди говорили, чтобы именно чипировать, откуарить всех остальных детей особенно. Им все это очень важно, потому что откуаренный, он должен лишиться вот этого гена Бога, по всей видимости. То, над чем смеялись, когда предупреждал Михалков, в том числе, как это все высмеивалось. Ну, это потому, что на варе шапка горит. Они высмеивают всегда то, потому что они понимают, что они изобличенные. Поэтому смеется тот, кто смеется последним. И, собственно говоря, отвечаю на главный вопрос этого видео из книги Светланы Жарникова. Спасибо Ирине нашей, соратницы «Истоки фольклора русского севера». Несколько цитат. Почему именно февраль им был очень важен для накрутки этого события? Возможно, алгоритм и план, он будет и дальше. Они будут провокации всякие делать. Это не имеет никакого значения. Им нужно было создать вот это именно февраль и вот эту задачу на целый год. Это было и раньше. И мы это прошляпили, мы это проследили. А сегодня нет. Сегодня пришла информация. И вот почему она находится. Ответ в книге Светланы Жарниковой. Светлана Жарникова, как известно, это был человек, который тоже отдал свою жизнь за свободу Родины, за свободу русов, русского народа. Она стояла на страже русского народа. Ее ненавидели точно так же. Но она была официальный историк, и вот это ей не простили. Итак, читаю цитату. Праздник Красная Гора у русов начиналось. И, однако, известно из исторических источников, что раньше такой обрядовый цикл, как Масленица или Масленица, длился не неделю, а целый месяц. И начинался с 20 февраля, завершаясь 21 марта. То есть сегодня день очень важен для русов был. Мы этого не помним, у нас это убрали. А вот Светлана Васильевна, она записала для нас эту информацию. Благодарность ей огромная. Вот именно с 20 февраля сатанюги это знают. Поэтому именно сегодня для них важно было провести вот этот музыкальный обряд сатанинский на тему «Музыка конца света». То есть они хотят освободить землю от человека. Они это всем демонстрируют. Далее Светлана Васильевна пишет «Все ритуальные действия праздника неотделимы от магии плодородия и исторически восходят к доиндийскому периоду жизни ариев». Прежний смысл этих действий заклинания плодородия. В Словении на масленицу все и старый млад должны были плясать и прыгать, чтобы хорошо уродилась репа. Причем чем выше прыгают танцующие, тем обильнее был урожай. С этой же целью плясали и подпрыгивали ряженые. Считалось, что качание на качелях, на канатах, сплетенных из растений или непосредственно на ветвях деревьях также способствует плодородию земли, здоровью людей и в борьбе со злой силой. Спасибо, Ирина. Она все нашла и вот даже подчеркнула для меня, чтобы мне не искать. Спасибо огромное. Вот что было. Надо было радоваться. Надо было как раз закладывать на целый год правильное, радостное настроение, чтобы целый год было и плодородие, чтобы все цвело, чтобы все росло, чтобы был хороший урожай, хорошая погода, отличное настроение, чтобы было, здоровье людей и борьбе со злой силой. То есть знали тогда, то тоже бывает та самая злая сила. То есть что такое злая сила? Это низкие вибрации, это вибрации страха, депрессия, злобы, ненависти. Вот этого всего даже не буду перечислять, сами все знаете. И вот поднимали таким образом вибрацию. Общественное гуляние, хороводы водили, пели, плясали, выше прыгали. Радость должна была быть. Вот в это время надо закладывать радость, а не музыку конца света, не войны всякие устраивать. Вот где зло-то откуда идет. Вот кто нам эти все страхи нагоняет, вот они и сотрудничают со злой силой. Вот эти все СМИ, которые вот бросы делают сейчас и пугают людей. Сколько мне этого всего пишут? Люди-то мне пишут. Я просто это за кадром оставляю вот эти тексты. Я вижу, как многие люди напуганы. Не надо пугаться. Не надо мне сразу это писать. Остановитесь и воспитывайте сами свою волю. Что-то можно написать, но что-то не надо вот бежать ко мне как избавителю какому-то. Вы сами, Бог, понимаете, вы сами, каждый, остановитесь и скажите, стоп-стоп, куда мне мысли побежали? Что это я тут подхватился? Прочитал какую-то статейку непонятную, непонятно какого органа там этих врущих СМИ бесконечно. Они же на деньгах, они же тявкают, как собаки. Брехуны, вот брешащие. Бывают собаки умные, а бывают вот брехуны такие и тявкает, и тявкает, и тявкает, и тявкает. Правильно, бывают такие собаки, знаете, брешут и брешут. Вот это слово брешут именно оттуда. И такие же СМИ, они просто брешут. Хорошее русское слово, кстати. Вот прежний смысл этих действий русских, радости, брызгать водой с фонтана всех стоящих вокруг. Прежде всего, смысл этих действий заклинания, плодородия. Это и в Германии было, и в Сербии, в Черногории, в Македонии. Это было везде, где жили русы. Потому что когда-то изначально был один единый русский язык. Об этом говорил, кстати, историк Ипыжиков, об этом говорил Фурсов, что еще в 16 веке документы подписывались на русском языке. Представляете, в 16 веке это не так давно все еще было. Поэтому все говорили на одном языке. Русский язык был международный язык. Арабский язык это, скорее всего, язык воинов. Это такой, немножко зашифрованный язык, но в нем очень много от русского языка. Он тоже перевернут, и как бы зеркальный. Но все это шло из одного языка. Чем язык сложнее, чем больше в нем букв, значит, он и есть международный общекосмический язык. И далее. Масленицы не только праздничный цикл, связанный с культом праматери Красной горы. Это и праздник прославления молодоженов, вступивших в брак в прошедшем году. Но я бы лучше написала супружество. Слово «брак» тоже надо убирать из нашего лексикона в отношении новой семейной жизни. Именно для них прежде всего строились ледяные горы, с которых каждая молодая пара после троекратного поцелуя должна была съехать вниз. Таким образом, Масленица, Красная гора в лесовой книге, но опять-таки я пока вот это не буду обсуждать, эту в лесовую книгу, но потому что туда вписали то, что было. Действительно, было на Руси. Это было, эти все обряды были в том числе на севере. Жарников во многих фильмах об этом говорит. Обрядовый цикл, Масленица, обрядовый цикл, посвященный культу праматери, материнского начала Вселенной, а также тем, кто служит проявлению этого начала на Земле молодым супружеским парам. То есть, я опять-таки резюмирую, я резюмирую то, что, то, почему именно сатанюги, именно февраль просто, ну, каждый день у них там что-то проходило. Это действительно кишит, это было очень много, я это все видела, но это невозможно каждый их почищать, каждую их какашку, понимаете, это вы уже сами начинаете видеть, и это радует. Люди просыпаются, начинают расшифровывать сами, распаковывать их коды, и все, они после этого перестают работать. Соответственно, февраль – это закладка настроения, закладка программы на целый год. В феврале надо радоваться, и это я вам желаю, поэтому, как только какие-то вам страшилки начинают писать, говорить, или программировать вас на это, сразу скажите, стоп-стоп, стерто-стерто, твои речи тебе на плечи, озеркаливайте, посмотрите предыдущие мои фильмы, где я говорю, как это все делать, как это справляться, как очищать свое сознание от вот этого ненужного, назойливого программирования. Нам нужна радость, давайте возвращаться к своим корням, к тому лучшему, что у нас было. У нас было единение с природой, у нас была полнейшая гармония, и поэтому здесь на земле естественно все цвело, все росло, замечательно просто было, изобилие всего было, никакой бедности не было, не нужны были никакие государства, это тогда было, это пока не сейчас, пока мы до этого пути еще не дошли, нам еще до этого надо дорасти, не надо все рушить, то, что есть сейчас хорошее, надо делать то, что вытягивать из прошлого, брать из прошлого все наше лучшее и переносить это на будущее, программировать это на будущее, но делать это надо, здесь и сейчас. Надеюсь, вы меня поняли. Я вижу это понимание от вас. Я благодарю за помощь канала. Делитесь этим видео с друзьями. Пускай это будет им тоже помощь. Вот в этом непростом испытании, которое мы сейчас проходим. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ.